Здорово ребятушки, с вами Аладушки и Мини Метро, поехали в ежедневное, пока мы сейчас начинаем играть ежедневное, кто он сегодня, кто, сегодня Токио, поехали, 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 у нас будут скоростные поезда, ну если мы до них-то живем. А, тут так, нам жесткий этот дали, мы не сможем менять потом, ладно, так вот, раз вы так любите эту игру, раз вам так зашло, я ее тоже, кстати, очень люблю, то со следующей недели мы параллельно, Метро никуда не девается, параллельно этой игре запускаем еще один проект, который я практически уверен вам тоже понравится, так что ждите обновлений, заходите, проверяйте, я так сразу заранее предупреждаю, примерно к следующим выходным, а там уже посмотрим. Кстати, у нас тут вроде как была такая фишка, что за один скоростной поезд дают два обыкновенных, или же наоборот, посмотрим, как оно будет. Пока что, пока что так. Так, и к тому же, наверное, я буду сейчас ставить две линии, ну или три линии, короче, блин, на самом деле я бы такие эксперименты лучше проводил бы в более спокойном режиме. Вот, так что, вот вы написали насчет маленькой линии, которую стоило бы провести там, например, извиняюсь, которую стоило бы, например, провести между популярными станциями, стоило бы это сделать. Я думаю, что стоит держать у себя какую-то линию на подхвате с хотя бы одним локомотивом для именно разгрузки вот такого типа, но... Ладно, посмотрим. Давайте, нам все равно придется сейчас делать, делаем через три, чтобы... Тут квадратная станция, кстати, что относительно неплохо. Чтобы у нас голубая линия была самодостаточная, так скажем. Блин, это не честно, у меня три линии и два локомотива. То есть Шин Сан Кен мне представляют как отдельный локомотив для отдельной линии. Блин, может быть, какой-то, знаете, кольцевую потом из этого сделать? Ну, опять же, ладно, локомотив мне дают. Я возьму, наверное... Ай, какой сложный выбор-то! Я возьму два тоннеля. Мне очень нужен вагон, но я боюсь, что мне потом тоннели просто перестанут давать. Вот, и там, допустим, я смогу скомпенсировать загрузку линии тем, что я поставил туда лишний локомотив. Но я не смогу ничего сделать, если у меня не будет лишнего тоннеля. Или если мне придется ставить какую-то разгрузку через речку, и мне опять же нужен будет тоннель. Пока что вгружаем розовую по полной. Посмотрим, что мне это потом выльется. На самом деле, я уже где-то внутри на подсознании начинаю немножечко более нервно относиться к такому режиму игры, где все жестко, где ты не можешь ничего переделать, поменять, и все. Ну, то есть, тут гораздо сложнее. Игра сама по себе вообще ни разу не легкая, если что. Вот. Так. Вот так вот сделаем. Пущу сюда второй локомотив. Я, короче, сейчас посмотрю, если мне где-то выпадет еще один скоростной, то я, наверное, его придержу и третью линию потом сделаю как кольцевую со скоростными локомотивами. Ну, идея такая. Как это все будет работать на практике, я еще не знаю. Но идея такая. Туда внутрь можно... Внутрь. Вниз можно будет голубую сейчас спустить, кстати. Все хорошо и прекрасно. Пока не появляются уникальные станции, вот тогда начинается уже запара по полной. Да. Это пойдет сюда. Потому что я не вижу смысла нагружать розовую вниз. Посмотрим сейчас, как оно будет. Так. Так, извините, ребятки, нужно было прерваться на секундочку. Вот, кстати, смотрите, начинается фигня. У нас уже сейчас через... Здесь будет станция на третьем берегу. Смотрите, остров, на самом деле, пожалуй... Возьму переход. Остров является на данный момент самым большим таким моментом, скажем, отрицательным, потому что он хавает сразу два тоннеля. Переход через реку, он просто берет один тоннель, и все хорошо. Но пересадка через остров берет два тоннеля. На каждую линию, которая через нее проходит. И это вынуждает вас держать там всего лишь одну линию. Ну, в теории максимум две. Поэтому сильно не повыеживаешься. Опять же, делать сейчас кольцевую обойдется мне опять где-то в два-три тоннеля. А это... По-моему, все, что у меня есть сейчас. То, что мы сейчас делаем, у нас выливается в перегрузку двух линий. Это не очень красиво, не очень хорошо, но пока что мы ничего с этим поделать не можем. И еще, потому что у нас нет права на ошибку, нам приходится каждый раз все продумывать. И у нас сейчас минимальное количество станций пересекается. И... Ну, опять же, это не очень... Вот сейчас вверх пустить голубую или продолжить розовую? Ладно, давайте розовая будет у нас по этому берегу. Сюда вверх пойдет голубая. Треугольная станция. Давайте опущусь сюда тоже второй локомотив. Я взял переход... Ну, наверное, потому что запасная линия у меня и так уже есть. Блин, не надо! Ну, блин, ну не надо! Ну, блин! Хорошо, хорошо, я вас понял. Тратим еще один тоннель сейчас, и я примерно понимаю уже, что мы делаем. Мы сейчас делаем вот так и вот так. Ну, вот остров, да, остров нам сейчас тут будет очень сильно портить при всем при этом. Локомотив и два тоннеля, да, пожалуйста. Ты всех треугольничков заберешь внизу? Всех, хорошо. На каждой линии у нас сейчас по два локомотива, но они и так очень сильно загружены. Плюс еще все, кто будут ехать на звездочку, им придется пересаживаться тут на острове, на квадратной станции. Блин! Ладно. Вот смотрите, вот он уже не смог забрать всех пассажиров оттуда, один остался. Розовая линия, офигеть, как загружена. Она не такая длинная, но она офигеть, как загружена. Я так понимаю, что, наверное, как-то сказывается плотность населения в Токио. Ну, или я не знаю, как это объяснить. И у нас время ожидания локомотивов тоже огромное. Квадратная станция. Ну, давай. Если мы сейчас пойдем еще и вот туда, вот туда, на правый-правый берег, блин, через речку, это будет... А, скорее всего, так и будет. У нас слева не хотят появляться станции, они появляются вот тут как-то в высротном порядке каком-то, блин. Сорян. Мы французские. Так, пятница. Не, конечно, пока же все работает, но, с другой стороны, мы не дошли еще до Аврала какого-то. У нас тут три сотни пассажиров. Вот, пока что живем. Ну, блин. Ну, блин. Он просто... Сколько у меня? Опять же, три тоннеля осталось. Ладно. Пока у меня есть хотя бы два. Я в относительной безопасности. Сейчас будет воскресенье. Мне надо будет срочно на голубую ветку еще один локомотив, потому что там сейчас уже... А, вон туда еще и загрузка сейчас пойдет. Локомотив, да. Вагон, да. Хорошо. 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 Зашло идеально просто. И вот это сейчас резко вверх перегон. Серьезно? Нет, не вверх. Я возьму сюда розовую. Че это... Блин. Как у меня в голове мог появиться план вот слева... Синюю ветку, голубую ветку тянуть вверх? Я не знаю. Конечно же, вот эту ветку сюда. А голубую ветку сюда. В общем, да, вот так вот они идут. Потом в конце по диагонали меняются местами. Там вверх, это вниз. Такая воля судьбы, короче. Слушайте. Мне кажется, что нужно будет третью линию пускать по каким-то дальним станциям, как большую кольцевую, потому что скоростные поезда, они как раз будут выполнять эту функцию. Они будут выполнять длинные быстрые перегоны. Короче, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Правда, у меня пока только один быстрый поезд. Мне бы для комплекта еще хотя бы второй быстрый поезд. Тогда я был бы достаточно спокойный. Опустил бы кольцевую. У меня было бы два быстрых поезда для перегона. Все было бы просто шоколадно. Розовый уже начинает немножечко не справляться, несмотря на то, что их три, но они без вагончиков. И им достаточно трудно все это вытаскивать. Хорошо. Ветка появилась... Вот, 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 вот. Видите? Видите? Появилась точка справа аж на третий берег. Ну не надо. Ну не надо, блин. И она там, посмотрите, если она там сейчас еще и какой-то уникальный будет, вот это будет полный трындец. Так, воскресенье. Дайте скоростной второй. Пожалуйста. Если меня кто-то слышит. Или дайте еще тоннели. Блин, прикиньте, сейчас не дадут ни того, ни другого. Или на выбор дадут, что будет еще куша локомотив. Или вагон. Хорошо, 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 хорошо. Ну, плохо, конечно. Ни то, ни другое не дали, но хорошо. Ладно. Я думаю, что нужно на розовую ветку пускать еще один локомотив. Уникальная станция. Спасибо вам огромное. Я просто в восторге. Хотя, ну блин, ну не знаю. Нет, с другой стороны вроде пока что... Вот, смотрите. Опять же, у нас проблема-то в чем? Четыре станции вот тут слева голубые. Они круглые. Оттуда как-то надо вытаскивать все это. Нужно загружать. Мне нужна перевозимая способность. Нужно, чтобы локомотив, который туда идет, чтобы он это все вывозил, блин. Видите, вот отсюда забрал. Еще и отсюда сейчас надо забрать. И он оттуда забрал буквально немножечко. Мне нужно, чтобы оно куда-то еще стыковалось, блин. вот так делаем. Я пока другого выхода не вижу. бубенчик сюда. План был изначально другой, но я, как и сказал, что, типа, да ты нафиг издеваешься. У меня нету больше тоннеля. Мне придется вот так вот делать. Это вообще извращение максимальное, конечно. Два тоннеля, пожалуйста. Да, лишний локомотив ставится естественно на вот эту ветку. У нас бирюзовая просто не вывозит. Из-за того, что она длинная, из-за того, что в ней такие очереди, она просто не вывозит. Я не уверен, что мы сейчас штуку, кстати, вывезем. С такими этими. Нас в основной как раз, кстати, круглые станции и топят. Вылупилось. Круглые станции на конечных, они нам, собственно, все и руинят. Вот смотрите, он загрузился на одной станции, слева голубой, загрузился на одной станции и на другую он уже, на другой он уже ничего не сделает. Сюда надо делать переход. Иначе просто отсюда не будут успевать вывозить все. Оттуда и так, в принципе, не успевают вывозить. Да ешь ты, ешь, а как? А как это все делать? Как? У меня линии становятся вообще просто бесконечно длинными. Знаете, что нужно? Нужно голубую закольцевать. Да. Мне кажется, это будет единственный выход, чтобы снять напряжение с этих станций. Иначе это будет полный трындец. Видите, когда надо, оно само подвинулось. Ему ничего не помешало. Едь сюда скорее, дружище. Не-не-не-не-не, у нас на голубой просто сейчас коллапс уже. Они не успевают. По-моему, на этом я и заварюсь, я поэтому до тысячи не дойду. Так, локомотив, вагон. А я не могу даже туда еще один локомотив кинуть, да? Ну вот здесь забери, ну лопнет же сейчас, блин, ну ребят, скорее давайте. Ну че, ну уже в ту сторону двинулся поезд, ну шо ж так, так, ммм, печалька. Ладно, значит, делик мы сегодняшний проиграли. Да. Ничего с этим не поделаешь. Я еще, кстати, в неплохом проценте, ну блин, это реально было жестенько. Не, естественно, переигрывать мы его не будем, мы пойдем сейчас сыграть в следующее задание, которое у нас там было. Так, Осака, Стокгольм, Бостон у нас следующий и Монреаль. Давайте в Бостон тогда. Та-та-та-та-та, Ти-систему. Бостон, Монреаль, Каир. На самом деле мне было бы интересно посмотреть на Каир, ну ладно, давайте пока что. Все равно мы до него доберемся. Собственно, что нам переживать. Поехали в Бостон или даже Бостон. Оп, оп, оп. Just do it. Знаете, Nike. Наверное, надо было с другой стороны проводить линию, чтобы оно было just do it. ну хорошо. Начинается все довольно мирно и спокойно. Но я смотрю на количество рек и водоемов здесь, и мне кажется, что опять будет запара. Ну ладно, посмотрим. Нам нужна тысяча, как обычно. Тысяча. квадратик. Квадратик, это, конечно, классно. Квадратик, это офигенно. Все любят квадратики, да? Так. Ну, с другой стороны, ладно, с одной стороны, это все делается, конечно, очень интересно, то, что водоемы дают тебе дополнительную сложность, и тебе нужно как-то учитывать ландшафт, а с другой стороны, игра совсем не учитывает твои интересы при этом, то есть, она не смотрит на то, что у тебя, ой, ноль тоннелей, ой, давай я тебе предложу хотя бы в выборе тоннелей. Не, она такая, тебе говорит, линию или станцию, или, ну, типа центральную, и все, делай, что хочешь. И моментально дает тебе на том берегу что-то строить. Идеально же. Я не то, чтобы жирую, но просто почему бы нет, у нас есть длинная линия с хорошей загрузкой, давайте поставим сюда сразу два локомотива, не будем доводить до плохих последствий. Опа! Без мостика, хорошо. Без тоннеля. Whatever. Локомотив и три тоннеля, да? тогда делаем вот так. Замыкаем кольцо. Оставимся еще с вроде как четырьмя тоннелями. Блин, его не подвинуть, его не подсветить, его как-то... Ладно. Пока афишка с кольцевой работает, улыбаемся и машем. Хотя мне кажется, она скоро переснает работать. Смотри, сколько станции пропускает этот локомотивчик. Давайте мы запустим обратный. Который будет в ту сторону все собирать. Слушайте, у меня такая тупая идея. Давайте мы... Не, ладно, я не буду. Я один оставил. Я хотел сказать все четыре сюда сейчас зафигачим и пусть работают. Типа два в одну сторону, два в другую. Делаем из этого функциональную линию. Идея же. Ладно. Сейчас посмотрим, как оно все будет работать. Ну, не надо. Ладно. Все так хорошо шло. вот так вот сделаем. Немножечко срежем угол, заодно сделаем мостик и пусть оно на центральный остров все ездит. Вот и понадобился мне четвертый локомотив, кстати. Ха-ха-ха. Воскресенье. Что нам предложат в воскресенье? Сейчас глянь. А, уникальную станцию нам предложат. Вагончик, пожалуйста. Потому что на уникальную станцию она сейчас будет... Блин, я не могу туда красное... Я могу, конечно! Сколько? У меня еще три. Если я еще одно потрачу... Да ты... Ты дурак, или где? Вот так вот сделаем. Тогда зачем я оранжевую делал, извините? Ну, то есть... Серьезно. Если я ставлю себе линию вот таким образом, зачем я делал оранжевую? я уберу оранжевую и поставлю ее здесь. Вот офигели пассажиры оранжевой ветки, которые раньше ездили там, потом такие ничем блин. Я потом все равно придется оранжевую слева как-то закруглять, потому что он смотрит две круглых станции, и сейчас он опять все скатится в то, что круглые конечные будут загружать всю линию и каким-то образом попытаться этого избежать. вот так попробуем сделать чтобы он проходил хотя бы через две станции локомотивчик да пожалуйста вагончик да пожалуйста я бы на самом деле вот так чтобы два в эту сторону ходили два в ту это будет вообще идеально теперь сюда можно еще дополнительную станцию докинуть да почему бы нет извиняюсь так а на оранжевую наверное я бы докинул вагончика просто чтобы ему вместимость по линии превысить чтобы он мог заехать вот туда в дальние далее и забрать там всех и потом выехать оттуда то то что он один туда приезжает без вагончика меня вообще не радует вот смотри мостик надо туннельчик так конечно же туннельчик если тут будет внизу станция надо попробовать ее тянуть ну-ка сейчас смотрим оранжевый справляется со всей этой нагрузкой вот он забрал он уехал забрал здесь уехал в принципе пока что красавчик медленно но работает если что мы туда кинем второй локомотив пока что посмотрим как есть ну вот конечно же тебе давай еще два тоннеля ну ладно этот сверху был неизбежен но вот этот внизу если получится его тянуть я его конечно же оттяну потому что так делать нельзя конечно чем я один тоннель остался это печально ага раз это сюда два это сюда еще и переход на квадратную станцию давай вот так вот сделаем и тогда пускаем сюда второго дай сюда второго и второго тоже с вагончиком в принципе у нас сейчас вместимость что там четыре вагона что тут четыре вагона просто по количеству локомотивов давай переход потому что линия меня сейчас пока что не улыбает кстати почти всех забрал кроме квадрата квадрата этот сейчас заберет и повезет туда получается целый треугольный экспресс нормально вообще если бы в идеале конечно если бы так бы в идеале нужно сделать вот так потратить нафиг все тоннели ладно по крайней мере мы их сможем здесь потом срезать так что блин а он теперь будет квадраты там разгружать что ли да он теперь квадраты там он так хорошо чарли карты 400 человек в бостоне развести вот вот их развезло короче не знаю насколько я пока что ошибки совершаю но посмотрим это можно исправить у нас опять раз два три четыре четыре круглых сбоку с которых можно только забирать но не высаживать это это прям печально нам нужно для этого большие составы чтобы оттуда забирать кучу людей нам нужны большие составы нам нужно наверное по три по четыре вагона чтобы они могли прийти упихать там всех утрамбовать ногами руками и тогда это будет нормально работать я хочу чтобы мне справа снизу какую-нибудь станцию дали чтобы я мог вот тут ненужный тоннель внизу убрать маленький который прям реально не нужен спасибо прям там где я хотел давай тогда продлим сюда у нас еще и треугольные будут разъезды я так потихонечку сейчас тяну оранжево потом дадут тоннельчики я такой хлопну в большую кольцевую локомотив локомотивчик да пожалуйста три тоннеля давайте пока что три тоннеля поскольку мы просто на нуле но вагоны да нам нужны тут я не отрицаю было бы преступлением так отказываться от вагонов но блин я пока ничего не могу поделать к тому же с учетом что мне нужно будет делать составы по три по четыре вагона в идеале я не знаю если я доживу до этого но красная линия кстати у нас забита сейчас полностью то есть там четыре локомотива и больше мы поставить не можем максимально что мы можем там расширить это опять же вагонами у нас сейчас все упирается в вагоны так что я себе вот сейчас сделал запасную вот эту вот штуку слушайте а давайте у меня еще два кстати останется делаем маленькую кольцевую большую кольцевую у меня остается третья линия у меня остается кстати еще локомотив который я могу кинуть теоретически на оранжевую ну или могу просто понизу где-нибудь открыть кстати новую линию и тоже будет нормально было бы хорошо если бы они сейчас не сильно парили пересадками какими какими-нибудь квадратненьких выкинуть, и все будет хорошо, например. С этой точки зрения, конечно, неплохо. Тут, к тому же, огромный перегон на три станции. Вот где нам, кстати, не помешали бы скоростные поезда, но... Самые поездатые поезда в мире, да? Пока что, кстати, неплохо держимся. Так, ну давай еще один переход. Что-то то ли давно не появлялась в станции, то ли она как-то появилась уже на линии, я ее не заметил. То ли что-то где-то мутировал. На самом деле мутировавши ее пока что не вижу. А, вон, здрасте, мордасти. Ах ты ж, тварь, это делает нам две в одну. У меня остается последний. Две в одну, офигенно. Очень-очень хорошо. Ну, знаете, в принципе, пока что, несмотря на все вот эти вот напряги с водой, все, Бостон ощущается гораздо спокойнее, чем Токио. Опять же, потому что это не хардкорная карта. Да, спасибо вам огромное. Но вот как-то все же... Я думаю, как бы это все оптимизировать-то по-человечески. По-человечески, наверное, не выйдет. Я буду тут поднять немножечко бы хотя бы. Было бы прям хорошо. Его нельзя как-то фиксировать в воздухе. Понимаете, в чем прикол? Что оно идет от станции до станции. Например, вот... Это уникальное. Это уникальное. Значит, надо ехать с заездом туда обязательно. Так. У нас на красной начинаются проблемы, я так понимаю. Нет, я не то хотел сделать. Я один вагончик хочу передать на красную. И так. У нас по этому ездят... Да, да, да. Все нормально. Нам по оранжевой надо отправить два... Два локомотива. Ну, тоннели, спасибо. По оранжевой нам надо отправить два локомотива в обратную сторону. Давайте я вот так вот сделаю еще лучше немножечко капасити. Вот, у нас один на красной ездит с вагоном, один на оранжевой ездит с вагоном, но в оранжевую мы закинули сразу еще два новеньких локомотивчика, которые, по идее, будут нам это спасать. Все, кстати, новые локомотивы я закидывать больше не могу, мне придется сейчас открывать третью вспомогательную ветку, которая, блин, хорош с танцами дорисовывать. Я ее открою прямо сейчас. И пущу по ней сразу два локомотива через вот эти напряжные станции, которые у нас тут более всего загружены. У меня остается еще парочка тоннелей, хорошо. Вот, тем более, смотрите, нам дают третью уникальную станцию, это же уникальная возможность протестить наши уникальные локомотивы. А потому что по-другому я никак это не разгружу уже. Можно еще, правда, вот так вот сделать. Хоть немножечко. Ну, блин, ну, какого же, я же не это просил-то, ну. Ладно, по крайней мере, это оставляет нам всего лишь один тоннель, хорошо. Кстати, во-первых, мы уже выиграли, хорошо. Во-вторых, я сейчас, наверное, даже готов рассмотреть вариант с еще одной линией, если мне сейчас будут ее давать. Если будут давать вагон, я возьму, конечно, вагон. Но если будут давать там переходы или линии, я возьму, наверное, все-таки линию. И пустить ее где-то понизу вот здесь еще. Потом, потом, теоретически. Смотрите, какое оно загруженное, блин, вот эта вот станция, черт знает где, и какое оно сразу загруженное стало. Ну, зачем? Вот эти люди, которые едут в новостройки. Нет, я возьму вагон. Я шучу, я возьму вагон. Идете лесом. И поставлю я этот вагон на оранжевую. Потому что оранжевая, ну, по километражу у нас самая длинная, самая... Офигеть! Самая загруженная. Смотрите, сколько ему тут собирать. Надо жевать, не переживать. И все, и он забит. И он реально забит. Он сейчас еще там два человека возьмет оттуда. Фух, растаскали. Втроем приехали, растаскали. Вот какую станцию я ждал. Спасибо тебе огромнейшее. Все, у меня освободился один тоннель лишний. Вот это реально, это то, чего я хотел в этой жизни. Так, у нас начинаются проблемы, или мне кажется? Или мне кажется, у нас начинаются проблемы? У нас еще одной линии нету, да. Хорошо, но у нас уже четверг. И, в принципе, где-то как-то оно вот тут уже скоро... Я понимаю, да. Я понимаю ваше нетерпение. Сидим, улыбаемся и машем. Сейчас вот заберутся. У нас тут просто снизу образовалась огромнейшая полость, которая обслуживает исключительно оранжевую ветку, и которая вообще ни разу не вывозит. Нам срочно надо с этим что-то делать. Да, я про то же. Нет, она, конечно, вывозит, но это все равно очень опасная ситуация. Я бы не хотел... Новые станции как раз снизу-снизу-снизу-снизу пихают. А что ты всех-то не забрал-то? Ой, блин. Локомотив, да. А, а теперь, а теперь мне не дадут новую ветку. Вот смотри, 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 смотри на этот прикол. А теперь мне уже не дадут новую ветку. Все, хватит. Побаловались и хватит. Ну, придется, блин... Вагонами отплевываться и... Пускать новые локомотивы, блин. Сверху придется откачивать это все с помощью голубой ветки. Согласен. Тут вообще без вариков. Снимаем напряжение. Вот тут еще сюда тоже голубую ветку подкиньте. Сюда. Сюда. А красные я не буду пока нагружать, потому что красные и так загружены нафиг. Тысяча шестьсот пассажиров? Фига себе. Не больше, чем четыре линии, я вообще тремя пользуюсь. То есть, это что, типа достижение? Это типа круто? У меня все длинные оранжевые. А, нет, вон, 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 идет один длинный оранжевый. Ну, на самом деле, мне это вообще ни разу не весело. Ты можешь отсюда позабирать, пожалуйста? Если нет, я туда сейчас буду эти станции ставить, чтобы оно хоть как-то жило. Или даже жило. Забери! Фух, хоть немножечко поразгружали. И на том спасибо. Опасно, опасно. Сюда нужно срочно что-то делать, чтобы его разгрузить. Блин, вот теперь мне нужна линия. Где? Вот тут уже тоже трындец начинается. Вся оранжевая ветка внизу просто горит. Мне срочно нужна развозка там. Дело не в том, что пассажиров как-то много. Дело в том, что очень большая линия, и очень медленно туда доходят поезда. Оно просто скапливается. Давай скорее. Воскресенье. Локомотив, да. Линия, спасибо тебе огромное. Так. Запускаем сюда еще один локомотив. И еще один локомотив в эту сторону. На зеленую. Где орет? Вон, сверху желтый орет. Там тоже не вытягивает. Ну, ты офигел просто. Пока что тушим. Слушайте, мы что, до 2000? Мы дойдем до 2000? Что-то погодите, погодите. Что-то, что-то это. Подождите. Мне нравится. Наконец-то треугольную сюда тоже еще одну воткнем. Что у меня там вообще? Один тоннель остался. А то я их просто кидал вот так вот, лишь бы фух-фух-фух-фух-фух. Потушить. Ну, вроде пока что живем. Опять же, внизу надо как-то разгружать. Я думаю, нужно будет как-то через зеленую ветку это все делать. Но пока вроде нормально. Вот эти станции внизу начинают страдать, которых 3 штуки висит. Вот эта гроздь. Но их вроде как можно будет сейчас забрать вот этим двойным. Посмотрим. Сколько там сейчас людей поместится и заберет ли он всех? Сюда еще с другой стороны идет. Ну, вроде они вывозят. Тяжело, но вывозят. Да, нормально. Нормально, нормально. Локомотив, да. Давайте еще три тоннеля возьму. Еще один локомотив на зеленого быстренько. Попробуем красным потушить вот тут пожар. Вывести отсюда немножечко людей. Отсюда и отсюда. Может, хаб из этого сделать, кстати? Раз у нас там три линии, давай. Вот тут мы сейчас потихонечку позабираем. Да, хорошо. А на хабе у нас будут там сколько? Три ветки пересекаться. И красные, возможно, смогут нам поразвозить это все. Хорошо, хорошо. Зеленых увеличим досюда. Но в зеленых тогда надо еще кидать. Что поделать? Мне нечего в зеленых кидать. Там три локомотива. Ну, это такое, блин. Сколько в синих? В синих тоже три локомотива бегает. Просто зеленые начинали как вспомогательная ветка. Теперь, вон, смотрите, она растянулась на треть карты как самостоятельная ветка. И вот как бы да. Где синее? Синее, ладно. Тут сверху желтые. Ну, эти оранжевые тоже все горит. Это сейчас все надо будет куда-то девать. С другой стороны, мы уже играем гораздо дольше, чем могли бы. Поэтому, ну, наверное, не будем жаловаться на это. Потихонечку подбирают. Им просто не хватает перевозной способности. Мне бы сейчас какой-нибудь вагончик на оранжевую. О, если дадут сейчас вагон, было бы круто. Локомотив лишний кину на зеленую или на голубую, не знаю. Давайте я голубую вот сюда через эту станцию тоже пихну. Так, неделя тринадцатая. Локомотив вагон, вагон, вагон. Третий вагончик. Третий, локомотив. Третий, локомотив. Третий. Разве у меня есть дополнительные тоннели, давайте я этим воспользуюсь, пока вот эта часть у меня вообще не обрушилась, нафиг, я там у нас, вон, тройной вагончик сверху ездит, потихонечку собирает, нам нужны еще такие тройные вагончики, потому что иначе мы нафиг загнемся, нам не хватает того, что сейчас катается, То есть, мало того, что поезда надо ждать долго, так он еще и приезжает полный, и все, от этого наступает полный трындец, правильно Ну какая перегрузка, ну о чем ты, дружище? Вон, тройной едет, он сейчас тут, если он сейчас доедет вовремя, он тут сейчас все сгрызет, сгрузет, пожалуйста, только скажи мне, что ты не проезжаешь транзитами эти станции, что ты их забираешь Ну плюсы не забираешь, ну ладно, плюсы в ту сторону везут, я тут даже спорить не буду Давай, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Как пылесос всех просто, ну. Хорошо. Вот, скажи, дайте мне, дайте мне еще, пожалуйста. Блин, зеленая становится потихонечку ловушкой, смотрите. Мне еще одна линия нужна. Чисто для нижней части еще одна линия нужна. Но если мне сейчас будут давать вагон, то я ничего с этим не сделаю. Заберу вагон. Линия. Линия чисто для перевоза по нижним. Да, один локомотив, он мне сейчас вообще там никакой роли не сыграет. Но потом в теории туда можно будет накидать, и это будет проще потом. Он будет перевозить, типа, простых пассажиров, которых большинство. Кругляшки, квадратики, треугольнички. А всяких там изысканных их будут тащить уже вон с перевозкой. Вот, смотрите, там четыре кругляша, твою за ногу. Ну, типа, да, он приехал один, он загрузился, и все. И он ничего не может сделать. Вот этот сейчас просто, смотрите, транзитом проезжает, потому что ему негде сгрузить их. Офигеть просто. Давайте я вот эту тоже делаю хабом, потому что иначе мы ее не вывезем. Я понимаю, что у меня там другие еще горят станции, поэтому... Типа, видите, этот отсюда загребся и тоже поехал полный, и ты ему ничего не сделаешь. А тройной слишком далеко, он сейчас ничего никуда не увезет. Да и хаб сейчас тоже начнет пищать скоро. Не, я думаю, вот эта станция внизу взорвется, она просто не выдержит этого давления. А, не-не-не, красная, красная посередине, прямо рядом с ней уже взрывается, я ее даже не вижу. 3400 пассажиров, по-моему, это вообще лучший результат за все это время, что мы играем. Я никогда столько еще не перевозил. Опять же, да, ошибки были, поэтому мы проиграли, но, блин, вот прям, прям хорошо. Ладно, ребятушки, пишите, что вы думаете. И, кстати, да, напоминаю, в следующей неделе у нас будет мини-метро, само собой, естественно, и параллельно с ним будет еще один похожий проектик. Я думаю, что многие из вас уже даже догадались, что это за игра. Если догадались, пишите, будет интересно посмотреть, совпадают ли у нас мысли. Все, ребятушки, пока что на этом все. Всем удачи, добра-бобра, всем уладушек, всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok